Каждый шаг уже достижение. В этих стенах эти маленькие герои учатся преодолевать себя и быть такими же, как их ровесники. В краевой психоневрологический детский санаторий попадают с разными диагнозами. ДЦП, последствия черепно-мозговых травм, инсульта, клещевого энцефалита. Миша уже пять лет приезжает сюда, чтобы развивать конечности рук и ног, учиться стоять и радовать успехами маму. Если первый класс мальчик окончил на домашнем обучении, то во второй пойдет вместе со всеми в настоящую школу. Мы до двух лет вообще практически лежали, а потом начали ползать и потихоньку вставать, ходить. Все вот эти занятия, упражнения, растяжки, ЛФК, массажи, это очень физиолечение тоже. Недавно в санатории по федеральной программе закупили новое оборудование для нейрореабилитации. Так в отделении появились новые функциональные кровати, на которых удобно лежать детям с самыми разными двигательными нарушениями. Приобрели тренажеры для силовой тренировки, развития моторики, а также ходунки, на которых дети делают первые шаги. У нас есть девочка, которая с церебральным параличом, которая у нас впервые в нашем санатории находится на реабилитации. Если при поступлении она даже не имела функции опоры на нижние конечности, то сейчас, используя в том числе и данные ходунки, ну это как техническое средство реабилитации, мы научили ее стоять в этих ходунках и делать уже несколько шагов. На все оборудование ушло 6 миллионов рублей. А вот польза от них бесценна. В этом уже убедились многие мамы особенных детей. Первый раз мы приехали, он стал на четвереньки пополз, после первого раза, да, стал пытаться садиться. Сейчас мы вот пытаемся с палочкой, чтобы он начал уже ходить. Все ждут. Ну и он тоже, конечно, этого тоже очень хочет, чтобы сам ходить уже как-то, ну более самостоятельно быть. За год реабилитацию здесь проходят более полутысячи детей. И, кстати, приезжают они не только из других районов края, но и даже из других регионов страны и ближнего зарубежья. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.